Когда мы в последний раз признавались себе, что жизнь прекрасна и удивительна? Наверняка давно. Порой мы так увлечены своими заботами и делами, что не можем остановиться, посмотреть вокруг и насладиться тем, что нас окружает. Меня зовут Жанна, у меня есть лучшая подруга. Мы постараемся объединить все то, что может сделать нас чуточку счастливее и свободнее. Мы поговорим о том, что волнует каждого из нас, спросим советы у специалистов, побываем в интересных местах, ну и, конечно, поговорим с интересными людьми. Одним словом, мы постараемся создать хорошее настроение и зарядиться позитивом. Я тебе так скажу, время пали прошло, пора покупать красивые оригинальные вещи. Только здесь такой большой ассортимент. И посмотри. Где ты покупала North Face? Нет, там не то. Только в Абсолюте. Оригинальный North Face. Слушай, ну тебе идет. Классно. Бери, я тебе рекомендую. У меня ведь тоже Коламбия. Посмотри. Этой куртке 17 лет. Я ее покупала здесь в Абсолюте. Представляешь, сколько я ее стирала? Ей ничего. Нет ни затертости, ни потертости. Ничего. Все почему? Ну, потому что качество. Сама ты ходишь в одной куртке в то время. Я, как всегда, не могу выбрать, красивые или практичные. Практичные или красивые. Что же делать, что же делать. О-о-о, класс. Пошли на кассу. Ну что ты бегаешь по магазину, как мустанг? Иди сюда, джинсы здесь. У тебя сколько джинсов дома? Пять пар? Ну вот, шестых не хватает. Иди мерь. Девочка моя, забери меня, пожалуйста, отсюда. Иначе я сейчас не выдержу. Еще что-нибудь себе куплю. И получится так, что кроме меня в моей семье никто больше подарки не получит. Ты уже придумала, что подаришь коллегам на Новый год? Отличная идея. Ты посмотри, сколько здесь всего. Сейчас я тебе расскажу. Алло. Да, я во Вьеткук. Хорошо, я перезвоню. Угу, пока. Смотри, для девочек я взяла вот такие фруктовые желешки. Вкуснятина. Они еще соком. Просто ешь, пальчики оближешь. А еще смотри, какая штука классная. Как ты думаешь, что это? Это семена лотоса в сахаре. Ммм. А вот тут специально для тебя. Это кокос в сахаре. Тоже отличный новогодний подарок. Для любимого начальника целый набор. Здесь те же самые семена лотоса, а также манго в сахаре. Вкусняшки всякие, разные новогодние украшения. А еще вьетнамский кофе и специальный заварник для кофе. Представляешь? А еще есть чай, привезенный из Вьетнама. С потрясающим ароматом. Попробуй. Ммм. А что у тебя там? Ммм. Манго взяла? Отлично. И в сахаре, и конфетке. Я вот это, пожалуй, тоже себе возьму. Ты уже думала, что у тебя будет на новогоднем столе? Ну, понятно. А ливнешечка, селедка, паршу бы и не надоело. Ммм. А как насчет того, чтобы удивить всех своих домашних? Бульбанамба. Фобу. Ммм. Подумай. Ну что, моя дорогая, я знаю, как ты любишь получать подарки. Слушай внимательно. При заказе доставки от 1000 рублей в кафе Вьеткук с 25 декабря по 10 января при предъявлении чека ты получишь гарантированно вкусный подарок. Выбор и покупка подарков. Вот это такая утомительная суета, я тебе хочу сказать. Знаешь, как я это все отправлю? А прямо доставкой. Да? Вот закажу доставку и прямиком к адресатам. А все подробности в описании. Молодежная я здесь 100 лет не была. А между прочим, в этом году магазину исполняется 35 лет. А ты посмотри, какой он огромный. Ни конца, ни края не видно. И такой ассортимент богатый. Ну вот, представляешь, просыпаешься ты 1 января, а с утра где-нибудь так часа в два. Смотри, какую красоту надеваешь. Мягенькая хэбэшечка стопроцентная. И пошла завтракать шампанским. О, а у вас есть точно такой же, только с перламутровыми пуговицами? Отлично, в молодежном есть все. У меня муж идет на новогодний корпоратив в костюме вместе со мной. Почему в костюме? Потому что я так сказала. Здесь такой большой выбор костюмов. Ты только посмотри. Ой, молодой человек, вы меня испугали. Хотя костюмчик у вас отличный. У тебя много родственников? Приходишь в молодежный, тут подарков. Смотри, сумки, кошельки, косметички, квартмане, перчатки. Смотри, какие белые варшечки. Шапки, визитницы, трусики-носочки. Дедушка, подари мне, пожалуйста, вот это платьице на Новый год. Я себя хорошо вела весь год. Такая тенденция пошла, в общем, она такая достаточно серьезная, и она такая пугающая. Люди начинают лечить себя сами. То есть, окей, Google, ты просто начинаешь смотреть какую-то большую серьезную работу, начинаешь человеку объяснять, фраза стандартная. Не надо мне об этом ничего говорить. Я все знаю, я все прочитал в интернете. Скажите мне, сколько это будет стоить? Недоверие еще в момент такой очень важный. А как вы думаете, в связи с чем вот это вот недоверие? Ну, мы сейчас с вами углубимся вообще в ситуацию в медицинной стране в целом, да, то есть в образовании. В нормальных, серьезных клиниках любое оперативное вмешательство, если оно не связано с какой-то экстренностью, если оно нет прямых показаний для жизни, тогда пациенту там угроза жизни. Ну, то, чем мы занимаемся, это плановая реабилитация, да, то есть это там под какие-то несъемные зубы, там, имплантаты и так далее, и тому подобное. У пациента всегда есть выбор. Он может это делать, может это не делать, да, сделать какую-то другую конструкцию. То, что мы рассказываем долго, нудно, по две, по три консультации и так далее, это очень важно. У нас в клинике есть система, называется ответственный врач. То есть, допустим, в зависимости от того, какая патология, пациенту назначается комплекс лечения. И мы выбираем врача, который ответственный за этого пациента, конкретный доктор, который про него все знает. То есть, вот он сегодня лечил своего Ивана Ивановича, а Петр Петрович знает об этом. И можно все вопросы решать с одним человеком. Индейцы мидии вколачивали. А ракунчик? Да. Вырезали, ну, не по форме зуба, такие треугольники делали и вколачивали. Найдена челюсть, там, да, вот там древние труски. Как хорошо, приходишь сейчас в Альфе Вит, и все тебе сделают без шума и пыли. Ну, я не знаю, как без шума. Без боли, по крайней мере. Без боли точно. Иногда с шумом музыку громко ставим порой. Ну, что-то такое придумываем. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы снова к вам в 100 тысяч миллионный раз за любимым сыром. Но впереди новогодние праздники, поэтому мы возьмем больше, чем обычное. Ну, что-то пойдет на стол, что-то в гости. Мы спустим же руками идти. Сыр – это единственный продукт, который я настолько обожаю, что он всегда у меня в холодильнике. А вот с выбором сыра вот тут бывают проблемы. Представь себе, на озере Селигер есть отличное местечко, называется Княжиостров. Туда можно добраться только вплавь. Какая там экология! И вот в таких условиях производится сыр. Из коровьего, козьего и лосиного молока. На, попробуй. Ну, как тебе? Сыр ландана. Ты поняла, с чем? С добавлением пожитника и трюфелей. Ну что, берем? Смотри, какая отличная идея для подарка. Козье сыр с плесенью. Вот тебе надоел Маздам, а мне очень нравится его ореховый вкус. А еще возьмем фермер на каждый день. Отличный выбор. И вот еще один сыр. Посмотри, он мягкий, но с прослойками грецких орехов. А есть еще точно такой же, только с семгой. Представляешь? Так что все, мы затарились. Чуть не забыла. Нужно еще козьей взять. А то пришлось второй раз идти. Знаешь что? В конце концов, я выбираю машину себе. А мне понравилась вот эта. Большая, вместительная, просторная. Разбираюсь я в машинах. Самое главное, что четыре колеса и рули. Три педали. Ну, две. А это что за кнопка? Вот, кстати, Крета. Хорошая машина у меня у подруги. Она вообще довольна. Ездит везде и всюду. О, Матисс. Однажды с мужем приехали. Парковаться негде было. Ну, более маленькое расстояние. Тык-пык, тык-пык. Никак не могли припарковаться. Подъезжает Матисс. И все. И встал. Представляешь? Ну, а что здесь не встать-то? Тебе какие машины больше нравятся? Пониже или повыше? Ну, а мне повыше. Большое эго, большие машины. О, смотри. А здесь красненькая. И мне подходит по цвету. Да и что, что я в голубом? А помада-то красная. Смотри, какая красотка. Да нет. Пошли. Вон. Спряталась. Прям лези ин ред. Только в декабре единый центр трейд-ин всем покупателям дарит подарки. Покупаешь автомобиль и сразу становишься участником розыгрыша. Итоги подводятся 31 декабря в 12.00, а главный приз – 50 тысяч рублей. А еще в трейд-ин появилась новая услуга, называется выездная оценка. То есть ты в любой точке Тверской области можешь вызвать специалиста, он приедет к тебе, оценит твою машину, поможет тебе, проконсультирует. Представляешь? И все это абсолютно бесплатно. А еще 17 декабря здесь состоится новогодняя елка для детей и их родителей. А здесь Дед Мороз, Негурочка, Фуршет, Праздник, подарки. А главный приз – 10 тысяч рублей. Так что 17 декабря не вздумай сидеть дома, все сюда. Трейд-ин. Дед Мороз, Негурочка, Фуршет, Праздник, подарки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова